Приди, Иисус, и ста посреди, и глагола им мир вам. В храме Святой Троицы в Блакове в минувшее воскресенье было очень многолюдно. 12 июня здесь отметили один из важнейших православных праздников – Троицу. Территория храма была украшена. Многие прихожане надели венки из березовых веток, символизирующие большую жизненную силу природы. В день праздника епископ Варфоломей совершил божественную литургию. Замечательный праздник сегодня и замечательное событие священия иконы, которая, конечно, за годы советской власти, она не сильно пострадала. Но все равно время, погодные условия оказывают влияние на деформацию. И поэтому, конечно, здорово, что восстанавливаются вот эти иконы, вот все три иконы, которые здесь вот есть, ну прекрасно. По окончании литургии епископ возглавил крестный ход в честь престольного праздника и совершил чин освящения мозаичной иконы знаменья, расположенной на северной стороне Свято-Троицкого храма. Ее восстанавливали при поддержке компании Фосагра. Для проведения реставрации был приглашен один из лучших мастеров страны – мозаичист Игорь Лавриненко. Он кропотливо воссоздал утраченные участки иконы. И вот она к Троице у нас готова. Это уже стало знаком событий. Второй год мы на Троице освящаем. Прошли сегодня окрестным ходом, и на каждую мозаику взора обратило. Такое чувство, что это всегда было. Уже не помнишь, что было на самом деле. А на самом деле иконе грозило разрушение. Погода и время были беспощадны к мозаике. И если бы не проведенная вовремя реставрация, то город мог бы утратить прекрасные шедевры на северной стороне главного храма. Прихожане говорят, это настоящий подарок всему городу. Это подарок городу от Бога в первую очередь и от тех людей, которые помогли восстановить это чудо. Потому что икона считается, это окно, мир духовный. Она очень важна для молитвы. Конечно, мы очень благодарны, кто поучаствовал в этом. Особенно компания Фосагра, которая помогает давно уже, на протяжении многих лет нашему храму. Ранее, также при поддержке Фосагра, здесь практически с нуля воссоздали икону Святой Троицы над центральным входом и отреставрировали мозаичное полотно, спас нерукотворные на южной стороне здания. А в скором времени начнутся работы по созданию иконы, которую не успели выполнить мозаичисты более ста лет назад. По замыслу архитектора и автора проекта храма Федора Шехтеля, справа от главного входа в нише должна быть икона. Вот ее-то и будут создавать современные мастера. Сейчас идет согласование эскиза.